Друзья, и снова в эфире программа BITREX24 спрашивает, и я ее ведущий Юрий Николаев, директор по продажам компании 1S BITREX. В этой передаче наши гости задают вопросы эксперту. И наш эксперт это человек, который провел несколько тысяч часов стратегических сессий и помогает компаниям в их стратегических изменениях. И это Филипп Гузенюк. Филипп, рад приветствовать снова. Приветствую. Друзья, привет. Мы начинаем. И до того, как мы пойдем в дискуссию, пожалуйста, подпишитесь на канал 1S BITREX для бизнеса, поставьте лайк этому видео. И знайте, что в описании есть подробная методичка о том, как внедрить CRM в компании. Может быть, очень полезно. Сегодня к нам в гости приехал предприниматель Дмитрий Акулов, который основал и возглавляет компанию InvoGroup. И точно так же хочет поговорить с Филиппом о стратегии. Дима, рад приветствовать. Приветствую. У нас в гостях. Мы компания InvoGroup. Мы входим в топ-5 интеграторов BITREX 24 в России и СНГ. В нашей команде около 35 человек. Мы начали свой путь около трех лет назад. И за это время нам доверили внедрение более 550 компаний. Мы занимаемся только BITREX 24 и очень сильно заморочились на этом продукте. В свое время я вдохновлялся историями Генри Форда. И по его подобию у нас создал конвейер, который позволяет быстро, эффективно внедрять в BITREX 24 большому количеству компаний. При этом за разумные деньги, получая результат самого высокого уровня. Еще с первого дня компании мы ставили перед собой очень амбициозные цели. Стать номер один интегратором BITREX 24 в России и СНГ. И дойти до магической цифры 1 миллиард рублей годового оборота. Сейчас мы к этому успешно движемся. Мы понимаем, что делать. Есть стратегии, есть планы, есть люди. Я уверен, что мы придем к этой цели. И у тебя есть возможность задать свой первый вопрос? Я немножко, чуть-чуть издалека начну. Мы сегодня, хочу поговорить про стратегию, про создание стратегии и, собственно, работы с этим процессом. У нас сейчас в компании это выглядит так, что мы в начале года собираемся. Я просто вещаю какое-то свое видение на год. Мы как-то условно напилим это на задачи. Запишем их в файл и успешно про него забудем. И дальше каждый идет, занимается своим делом, операционными вопросами. Собственно, в связи с этим мой первый вопрос, что касается делания. Получается, груз реализации этого всего ложится на мои плечи. Благо, что я на 100% занимаюсь только развитием компании. Но мне кажется, это уже недостаточная скорость для развития в современных условиях. Собственно, вопрос первый, как себя клонировать, как сделать так, чтобы, ну, если какая-то, может быть, технология, может быть, какие-то рабочие группы, может быть, мне часть руководителей выделить для этого дела, да, или помощников себе набрать целую толпу. Вот как, собственно, быстрее реализовывать те задачи, которые родились там в голове и являются на данный момент для меня стратегически важными. Супер, мне кажется, очень хороший вопрос, и он для многих актуален, потому что это вот, ну, я делаю 50 сессий в год стратегических, и стандартно вот все понятно написали, все красиво даже вместе разработали, все там поклялись в верности, но все в текучку ушло, и потом смоешь, а вот оно не там. Поэтому ключевое слово здесь — правильный ритм. Железобетонно в календаре на год планируются слоты времени, когда мы собираемся, и у нас есть фокусное совещание вот про это. До ковида я бы сказал, это раз в квартал. Сейчас я говорю, это раз в полтора-два месяца. Где-то даже раз в месяц бывает, что это вот лучшая практика. Что еще важно? Нужна банда психов. Что это такое? В банке крупном, значит, идет такая история из жизни, идет совещание, и уже 9 вечера, там такие люди, у которых такие растрепанные волосы, они там рубашки-галстукки сняли, они писали на флипчарте, перешли уже на стены, листочки разбросаны по всему офису. Заглядывает уборщица, туда смотрит и говорит, вы психи, я поехала. Вот нужны люди — это 2-3 человека, которые с тобой вот на этой волне интереса могут все это драйвить. Остальные, да, будут получаться присоединяться, но вот ключевая core-группа должна быть совершенно четко. Плюс к этому нужен администратор. То есть ты человек творческий, у тебя куча идей, ты их генеришь. Нужен кто-то, кто все это поймает, запишет, сделает бэклог, правильные графики построит, маркетологам напомнишь, что дайте цифры, вот это все обработает. Вот такой по-хорошему, который как бы, да, вот он будет всем снится и не даст рулить. Вот такой, да, человек заноза, да, вот такой вот, такой чувак нужен. Когда это есть, то возникает уже такая, ну, как бы у тебя возникает легкость бытия, и ты можешь спокойно двигаться. Что еще очень важно, что поскольку ты человек творческий, у тебя же не раз в год приходит идея. Это постоянный процесс. У тебя постоянно приходит. Он быстрее, чем возможности моей команды, их переваривать. Да, и вот прикол в том, что возможности команды можно расширить по перевариванию, если ты не должен на операционных совещаниях быть для них тем самым, той самой человек, которая прилетела, как бы, да, и снова что-то новое, блин, принесла. Они уже как бы дергаются, потому что ты, как бы, ну, новая идея, мы еще это не внедрили. Если люди знают, что у них, у тебя есть окно конкретное, да, вот раз там в месяц, полтора, в два, куда ты приносишь свои вот эти вот стратегические инсайты, то им как-то им полегче жить. И на самом деле пропускная способность команды увеличивается, потому что есть ритм. Вот это создает очень важную штуку, которая называется динамическое, динамическое вот развитие, динамическая устойчивость. У тебя с одной стороны команда устойчива работать, с другой стороны ты можешь вкидывать и курс менять. То есть они какая-то дискретная, то есть они понимают, здесь спокойно работают, передают старые, потом снова новая партия каких-то изменений, да? То есть смотри, по сути, это же стратегический agile. Этот принцип agile, который... С принтами такие должны идти. С принтами, страт-спринты. Все. Ну, хорошая новость, что у меня есть такая команда психов, правда они сейчас вот по уши в операционке, надо их оттуда просто аккуратненько выдернуть сейчас, и тогда точно вот такая история будет. Видишь, а их же не придется выдергивать на весь год, да? Есть некие какие-то циклы, в рамках которых ты можешь их просто задействовать. Ну да, да, да. И вот, собственно, следующий вопрос. Как бы делать это классно, но главное идти в нужном направлении, да? И, собственно, вот про стратегию саму, про то, куда мы идем. Для меня стратегия это больше, это как бы взгляд в будущее. И причем не взгляд в будущее моей компании, а взгляд в будущее в целом. Как это будущее будет выглядеть, и как мне наиболее лучшим образом в этом будущем смотреться. Вот, и у меня этот процесс инсайтов, процесс прихода хороших классных идей, он происходит каким-то магическим способом, пока что неуправляемым для меня. Это может быть какая-то книга прочтенная, встреча с человеком, путешествие или еще что-то. Вот хочется научиться управлять этим процессом. Может быть, ты подскажешь, есть какие-то технологии, какие-то, ну вот, как развивать себе эту стратегическую мышцу? Очень крутой вопрос тоже. И вот об него разбитые жизни прямо. Рассказываю кейс. Мужик, такой здоровенный, из Сибири, такие пальцы, как моя рука, да, вот такой инженер. У него, ну там, 20 патентов. И он говорит, Филипп, расскажи мне, пожалуйста, мне очень важно английский, потому что я хочу выходить на рынок международный. Как мне его выучить? Я говорю, слушай, а как ты вообще все делаешь? Как бы вот, как у тебя вот, ну, компания большая, как ты вообще все, какой твой способ? Говорит, как я делаю? Говорит, я все делаю через пальчики. То есть я вот, говорит, беру какую-то штуку, я начинаю его курочить, прямо вот руками разбираюсь, да, у меня приходят какие-то мысли, я вот такой, как бы, такой конструктор, который руками. Говорит, вот нам недавно фотоаппарат принесли, что-то, как бы, подарили на день рождения. Он у меня, говорит, лежал на телевизоре, как-то потом пришел друг, говорит, о, а что это такое у тебя? А он фотограф. Он говорит, о, классно, какой-то новый там, да, мне тут пару раз там показал, что с ним делать, пару функций. Я, говорит, стал щелкать. В итоге, говорит, сейчас смотри, у меня фотки профессиональные. Я говорю, слушай, а как ты, как ты английский учишь? Он начинает отвечать, и он просто белеет, потому что он понял, что он сказал. Говорит, английский я учу 20 лет, я начинаю с неправильных глаголов. Системно, да, там, правила языка, он сразу грустный такой, да. Я говорю, слушай, а как тебе вот английский учить в формате покурочить руками? Говорит, а я знаю как. Там есть знакомая девушка, с которой можно раз в неделю встречаться и просто обсуждать какие-то вот вещи практические, что мы с ней прямо поместили про то, что мне интересно. Вот я вижу жизни такие 20-летние, которые ты как бы тупым предметом себя убиваешь обо что-то, вместо того, чтобы двигаться за собой. Поэтому вот, когда работаем лично там с собственниками, что делаем? Мы начинаем внимательно отслеживать, какие есть закономерности вот в этом вот случайном приходе инсайтов. Ну да, да, получается, нужно подмечать, более внимательным быть, вот когда приходят вот эти хорошие, правильные мысли, идеи. Кстати, по-английски тоже моя боль, надо попробовать вот таким способом сделать, никак не могу. И вот еще тоже про стратегию хочу дальше там продолжить разговор. Стратегия всегда должна создаваться с учетом более глобальных каких-то процессов, да, в окружении нас. Какие-то мега-тренды, я вот слышал у кого-то такое терминологию, мне очень понравилось, мега-тренды. И вот сейчас, допустим, в связи с коронавирусом мы тоже прослеживаем определенные мега-тренды, да, там, как переход на ту же удаленку. И вот, может быть, ты тоже со своей стороны видишь, подскажешь, дашь, какие ты мега-тренды видишь, на которые могут сейчас ориентироваться, там, я могу, предприниматели другие могут ориентироваться, чтобы более как бы синхронно выстраивать свою стратегию относительно них. Давай я, как бы, дам и рыбу, расскажу про тренды, дам и удочку, как с ними работать, потому что прикольная технология есть. Ты совершенно прав, что тренды очень сейчас быстро все меняются, и важно следить. Причем ты классно показываешь руками, что вот важно смотреть на большое, на то, что происходит там в отрасли, вообще там в бизнесе, и потом компанию в этом размещать. Где наше место вот на этом там, в этом лесу, где наша, как бы, роль, да? Часто думают, компания, стратегия, как мне сделать, вот важно смотреть снаружи, внутрь. Но можно еще расширить круг, чтобы сейчас инновации все приходят, изменения на стыках отраслей. То есть на тебя влияют тренды в других отраслях. Есть четкий инструмент, как это делается. Ты выделяешь 10 перспективных отраслей или доменов, откуда идут изменения в твою область. То есть будущее интернета, например, да, будущее маркетинга, разных технологий в этой истории, будущее, не знаю, там ты ритейлом занимаешься, будущее вот какой-то отрасли может быть. То есть ты выделяешь такие 10 источников, которые вот влияют на твою сферу деятельности. И дальше ты собираешь банду сотрудников, которым даешь задание, чтобы они нашли по 10 сигналов будущего в каждом из 10 доменов этих. То есть что такое сферу будущего? Это, допустим, вот там сейчас, если мы говорим про материалы, будущее материалов, есть там заднее стекло вот на фаре у Porsche, которое толщиной там полтора миллиметра, она пуленепробиваемая. Вот такой материал будущего есть. Есть какие-то вещи, которые позволяют, там, не знаю, совещание в VR уже есть, там, внедрено, пожалуйста, я вам туда все идет. Ну вот такие штуки. То есть и формат фиксации, это картинка, обязательно нужно брать фотка, это технология. Вот. И описание вот, ну, на полстраничке. У тебя появляются такие как бы карточки сигналов будущего, распределенные по направлениям. Сотрудников выбираешь таких, чтобы им было интересно копать туда. У тебя команда начинает потихонечку чувствовать будущее на кончиках пальцев. Не просто говорить, есть такой тренд удаленка. Она видит лучшие практики, которые используются в мире, конкретику про эту самую удаленку. И происходит сдвиг точки сборки у команды. Она живет не в настоящем, а для нее как бы будущее становится уже как бы, ну так что, понятно, что там... Они постепенно сдвигаются в будущее и на тебя перестают смотреть на космонавта. Потом ты собираешь сессию, говоришь, ребят, смотрите, давайте все эти тренды повесим на стену. И из них вытащим, какие мы видим тренды в каждом из доменов, а какие мы видим мегатренды, которые коррелируют в разных доменах. То есть что общего приходит из разных областей. Такая картина мегатрендов получается. И дальше мы смотрим на это, и вот там начинаем себя размещать вот в этом вот в карте трендов и мегатрендов. Вот мы так делаем там с холдингами автомобильными, которые планируют там до 35-го года. Вот это технология, которая работает вот с ними. Я обещал еще про рыбу рассказать, да, какие тренды сейчас вижу. Ну реально удаленка это прямо понятная штука. А в связи с удаленкой идет запрос на изменение систем управления компаниями от иерархичных к распределенным. Это прямо большая штука. Тема гибких сетей команд, она прямо большая. Поэтому если есть инсайты вот про это, если мы затачиваемся под условную там бирюзу, вот используя термин не точно, это может быть для многих заказчиков интересно. Важно быстро тестировать новые идеи. И если ты можешь в этом помочь своим клиентам B2B, то, конечно, смотрите, ребята, вот я понимаю вас, вашу боль, я могу в этом помочь через наши продукты, это будет очень много. Кстати, в этот момент мурашки бегут уже не только Дима, а у меня, потому что Bitrix24 как раз является таким продуктом, который позволяет компаниям очень быстро меняться, быстро трансформировать свои процессы и быстро работать с клиентами в новых условиях. Поэтому, Дим, тут мы на одной волне однозначно. Мы в тренде. Да. Кстати, просто к слову, Кейс еще за кадром говорил, что мы сейчас перевели компанию на свободное посещение, на удаленку. И вот фокус действительно с вертикальной какой-то компании в горизонтальную. То есть фокус не на делание человека, когда он сидит в офисе, за ним нужно присматривать, приглядывать. И меняем даже парадигму в голове руководителя, а на результат. Поэтому мы даже изменили систему вознаграждения у сотрудников на безокладную. То есть теперь они волатильны, скажем так, их зарплаты больше, но они могут зарабатывать сильно больше. Но здесь уже, как сказать, на зор, что ты делал, никто не платит. Только факт результата. И при этом компания становится тоже более безопасной и гибкой. Она как змейка облизывает все какие-то горки, и ей не страшно. Вот тут я рекомендую прям всем почитать книжку «Ремоут. Офис необязателен». Это 37 сигналов. Евангелист, там, 10-летней работы удаленной, он подробно прямо рассказывает, какие будут аргументы против, кто будет вот в каске, да, черепаха в каске будет сопротивляться, как с этим работать, какие есть плюсы. Вот прям вот если хочется сесть и про удаленку понять быстро все, «Ремоут. Офис необязательный». Спасибо, да. Можно прям посмотреть. Вот это очень интересный момент. Книга, насколько я помню, написана в 2014 году. То есть ребята еще 6 лет назад поняли стратегию, и вот сейчас в 2020 году это время пришло как раз. Заглянули в будущее. Да. Наверное, завершающий вопрос. Вот на самом деле там 90, мне кажется, 5% руководителей, собственников компании, они вот по уши в операционке. Это вот прям реально боль. И они не могут вырваться. Благо у меня как-то это получилось с самого начала, я занялся развитием компаний. Но вот 95%, наверное, не могут вырваться из операционки, чтобы наконец заняться развитием. Вот этот вопрос, может быть, больше для зрителей будет полезен. Как собственнику вырваться из операционки и наконец заняться стратегией и развитием своей компании? Вот тут у меня мурашки, потому что я больше всего люблю ответы из жизни. А как у тебя получилось? Ух, просто получилось так, что именно те операционные компетенции, которые должны были, были закрыты другими людьми. А у меня осталось время для того, чтобы заниматься делом. Потому что я не люблю операционку, мне от нее тошнит. Если дело нужно повторять дважды или трижды, все, я не могу уже. Поэтому я сразу себя как-то абстрагировал от этой истории. И там занимались люди, которые кайфуют от этого. Которые любят рутинные, постоянные вот эти циклы, процессы. Вот, коллеги, рецепт. Найти правильных людей. Ну и важно здесь. И отдать им. Очень важно отдать. И признаться себе, что это не мое. Вот я это не люблю. Вот это, мне кажется, важная ключевая штука в этом. Что, понимаешь, многие люди, они не позволяют себе делать то, что они любят. Они живут в режиме «надо». Ты мог бы себя заставлять быть в операционке, потому что это правильно. Ну, как бы страшно отдать, да? Ты был бы печальным, унылым человеком, который был в другой масштаб бизнеса совершенно, который бы прямо давил. Одна история, короткая в тему, она такая про базовую компетенцию собственника. Вот я в этом кейсе увидел. У меня есть такой коллега, друг, не буду называть его, такая история довольно личная. У него прямо в 30 лет, там, у него уже своя банк, лизинг-компания были там, да? И он прямо был такой крупный предприниматель. Говорит, у меня, Филипп, необычное пление работы. Я говорю, какое? Он говорит, важно не какое, а как оно сформировалось. Он на Финском заливе жил таким, был такой полный парень, он говорит, я был такой интровертивный, там, меня мама привезла в санаторий. И там, как бы, открылась первая в России, ну, станция винсерфинга, проката досок. Еще деревянные были доски, мама купила ему билет, типа, иди хоть как-то чем-то займись. Он пришел, прокатился, ему понравилось, он как-то к этим мужикам прибился, там, стал что-то с ними общаться, а не там, как-то доски, там, что-то ремонтировать, паруса там латать. Вот, и дальше такая была расклад, что этот мужик, у которого была станция, он уезжал на неделю работать в город, а, говорит, на выходные приезжал. Вот, и говорит, давай ты на неделе будешь присматривать за всем этим делом, будешь там людей себе не придут обучать, ну, как-то помогать им, и прибыль пополам. Ну, такой, как бы, серферский договор, алоха, типа, да? И говорит, вот тогда я запомнил, что такое работа. Что работа это, когда у меня, первое, денег больше, чем у папы. Потому что, когда ветер подул, все приехали именно, не у входных, как бы, а именно вот на неделе. Второе, говорит, когда я делаю, ну, самое любимое, что я только могу себе представить, я просто постоянно целыми блингами катаюсь на серфе, я серфлю. И третье, вокруг куча симпатичных девушек. И потом я, конечно, приходил, там, какой-то банк, меня там показывали, как бы там аудиторам, ну, говорит, я понимаю, это же не работа вообще, это хрень полная. Вот позволить себе сказать, что это хрень, а это мое, вот кто я, определить. Вот из этого дальше прорастает, сказать тебе, что это не мое, ты точно так как-то кому-то отдашь. Вот мне кажется, в этом такая есть важная история. Да, да, да. Слушай, а если наоборот, если наоборот, собственник, основатель компании является вот тем операционистом, которому кайф делать операционку, тогда, ну, вот развитие такой же, ну, как бы, вопрос, как его можно делегировать? А я очень плохо работаю с гипотетическими кейсами, потому что в них нет этой, как бы, да, реальности. Но я знаю людей, у которых сильная компетенция именно системная, у них будет другая траектория. То есть если я такой прямо, я вот, я такой душный, дотошный, да, вот я такой скорее, во-первых, таких мало предпринимателей, потому что больше по дизесу ешка, да? Ну, я такой, я ае. Да, вот это история. Вот, если такой прямо я системный, и вот такой я, и еще про пэшка, про проделать сам, то рост происходит через переход в систему другого масштаба. То есть я вот здесь я погрузился, сделал, окей. Дальше важно помочь сделать зум-аут и построить большую систему. Я знаю людей, которые там компании тысячные, и они вот такие системные, четкие и так далее. Просто вот, как бы, принцип в том, что признайся, в чем ты силен, что тебе нравится, эту мышцу накачивай, остальное отдавай, делегируй. Развиваем сильные стороны за счет этого, как бы, растет. Да, 80% вашего успеха в бизнесе по гэллопу в следующем году будет не потому, что вы себя пересилили и делаете то, что делать не хотите, будет от усиления ваших уже сильных сторон. Замечательно. И мы переходим к острым вопросам, когда вопросы адресуются уже нашим гостям. Дима, представь не гипотетическую, а вот действительно практическую ситуацию, когда ты как стратег вышел из операционного управления, но кто-то же управлять должен, поэтому ты нанял эффективного руководителя. Но загвоздка в том, что эффективный руководитель действует достаточно жесткими методами, которые встречают сопротивление твоей команды. То есть люди, которые давно работают в компании, не воспринимают этого руководителя, начинается достаточно сильная такая, знаешь, борьба, конфронтация. Что ты как основатель сделаешь? Станешь на сторону эффективного руководителя. А ты знаешь, что он эффективный. И ты, в общем-то, веришь в его план. Или станешь на сторону людей, которые давно работают в компании. Или третьим путем каким-то пойдешь. Вот расскажи, как ты поступишь. Провокационный вопрос задал. Достаточно. На самом деле ситуация не такая уж и гипотетическая. Я в любом случае верю в людей достаточно долго. У меня есть, конечно, я не из тех руководителей, которые взял сотрудника, он мозги делает 3 года, я никак не могу его уволить, потому что я либо боюсь, либо стесняюсь. Нет, не про то. Но в целом я в людей верю достаточно долго. И чтобы что-то произошло, это очень, не принимая импульсивных решений. Поэтому, наверное, не наверное, а в данном случае это попытки в этой парадигме. То есть мы, есть разные люди, каждый со своим опытом, каждый со своим видением, каждый со своим подходом. Как из этого пазла сложить картинку, рабочую модель, которая будет эффективна для всех. Пробую, пробую. Если не получается, тогда просто нужно пересобирать эту модель из других кубиков, из других пазлов. Тогда я готов отказаться от людей, и идти дальше с той командой, которая приводит к целям, которые мы ставим. То есть это, может быть, в моменте кажется не очень по отношению к конкретным людям. Но если мы делаем компанию большую, мы делаем компанию надолго, и она в целом приносит пользу как нашим сотрудникам, которые у нас работают, зарабатывают деньги, так и большому количеству клиентов, которые через нас проходят. Поэтому эти цели в бизнесе для меня являются первичными. И вот ради этих целей я готов прощаться, допустим, с теми людьми, которые не ведут меня к достижению вот этих стратегических задач. Услышал твой ответ. Спасибо большое. И мы всегда просим эксперта прокомментировать ответ нашего гостя, возможно, дать какие-то рекомендации под подобному кейсу. Часто такое встречаю, и это вот момент западни основателя, когда в любом случае ты прям, ну, когда ты своего ребенка доверил кому-то, ты будешь видеть, что он делает не то, не так, не так хорошо, и будет постоянно возникать желание как-то вот человека там поменять или что-то еще. И здесь очень важно поэтому фильтровать. Когда люди в тебе чувствуют, что как бы ты так, ну, этого жесткого SEO, ты в нем сомневаешься, они, как только вот эта вот трещинка между вами есть, они будут в нее заходить и будут тебе в уши капать, что как бы, да, вот он слишком жесткий и так далее. Поэтому первое, нужно быть в контакте, быть с человеком, быть вот мама и папа, когда ссорятся, то дети идут в раскардаш. Папа с мамой должны быть вместе. Поэтому первая штука, у меня плотный контакт, я понимаю, что он делает, почему он делает, как он делает, и его менторю, чтобы, ну, сшить его с команды. Это вот одна история. Вторая, я не пытаюсь решить это как бы за него. Я организую площадку, на которой они могут решать. Я максимально буду как бы помогать ему в режиме мысль. Вот для меня первичный контакт не с моими старожилами там, а вот здесь вот с моим новым SEO. Вот эта история. Ну и большинство успешных кейсов, это, конечно, все-таки выращивание SEO из своих. И поэтому я прямо задаю этот вопрос, когда мы работаем с собственником, который говорит, что хочу большую компанию. То где у тебя сейчас уже 3-5 кандидатов, из которых ты в горизонте 5 лет растишь себе крутого классного SEO? Вот если думаешь в долгую, то в долгую важно думать про людей. Где такой people side, как бы, да, твоего вот успешного большого бизнеса? У меня уже, слава богу, есть этот SEO, то есть мы успешно работаем. Это человек, который пришел, один из первых пришел в компанию, там, 3 года назад. И действительно он взращивался, он прошел все, как бы, и продажи, и все-все-все циклы процесса. Поэтому я сейчас в этом человеке на 100% уверен, и мы классно, как бы, уже очень-очень высокими темпами идем. И есть еще люди, благо мы уже не вдвоем, вот есть там нас 3 человека, такая очень мощная команда, в которой вот эти психов, да, собственно, которыми можно дальше двигаться, и не страшно там в разведку пойти. Главная цель программы Bittrex24 спрашивает, дать практическую и стратегическую пользу нашим гостям. Дим, скажи, пожалуйста, вот после этой передачи что-то изменилось или изменится в твоем стратегическом мышлении? Да, несомненно. У меня вообще на этот год запрос на взращивание профессионального менеджмента в компании. И вот как раз-таки твой совет про то, что переместить фокус не только моего внимания, но и фокус внимания всей команды немножко в будущее, вот он мне заставил, как бы, ну, какие-то процессы тоже сейчас в голове пошли. И сейчас, собственно, вот этот вектор буду направлять, да, то есть есть у меня сильные люди, есть у меня сильные психи, которые будут вместе со мной делать это будущее. Сейчас будем немножко их разгружать с операционных задач, и вместе уже вот через определенные инструменты его создавать. Вот это тот самый случай, когда безумно приятно закончить передачу на такой оптимистической ноте. Друзья, смотрите следующий вторник, Bittrex24 спрашивает. И большое спасибо Диме, большое спасибо Филиппу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.